Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мне хотелось бы вспомнить два замечательных места на Святой Земле, которые связаны с сегодняшним евангельским чтением и с сегодняшним Днём Памяти Святой Преподобной Мученицы Елизаветы. Первое место – это берег Галилейского моря, то место, о котором Господь наш Иисус Христос, вернее, Святой Евангелие, назвало это место Его городом, город Капернаум, где Господь провёл большую часть своего общественного служения. В этом городе на побережье Галилейского моря совершалось множество чудес, но по слову Спасителя этот город не отозвался на проповедь Господа нашего и, как Господь сказал, не останется камня на камне в этом месте. Действительно, сейчас паломники Святой Земли могут видеть это место, руины, раскопки. Мне вспоминается последнее посещение Святой Земли в ноябре прошлого года. Я помню, приехали в это место, когда уже солнце заходило. Очень быстро зашло солнце и наступила темнота. И вот в этой темноте мы подъехали к побережью Галилейского моря и подъехали к православному храму, который находится на берегу Галилейского моря. Храм, посвященный двенадцати апостолам. И в храме в этот момент была большая группа румынских христиан, может быть, человек пятьдесят. И все они пели, пели вместе, прославляли Царицу Небесную и Господа нашего. Это было очень умирительно. И именно в этом храме, еще в первый приезд на Святую Землю, меня поразила одна деталь. Я увидел икону, которую я никогда не видел в наших храмах. Как-то у нас не распространен этот сюжет. Икона исцеления человека расслабленного, когда несколько человек перед Господом нашим посередине дома свешивают тяжело больного человека, того самого, о котором мы сегодня читали в Евангелии, которого как бы предлецем Господа представили. И Господь говорит, прощаются тебе грехи твои. И, конечно, некоторые люди, они про себя начали думать. Ну, конечно, Он говорит, прощаются тебе грехи. Так любой ведь может сказать. Это ведь не видно, как грехи прощаются. Но Господь, видя, что и говоря, и как Он говорит, но чтобы вы знали, что власть имеет Сын Человеческий на земле отпущать грехи, тогда говорит расслабленному, парализованному, встань, возьми твою подстилку и иди в дом твой. То есть, совершая что-то как бы меньшего порядка, Господь заставляет людей увериться в том, что Он может большее, в том, что Он тот, кому дана сила и власть прощать грехи. И мы, смиренные священнослужители, помятую эту заповедь Господа нашего, совершаем таинство покаяния, вспоминая слова Господа нашего, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том оставится. Второе место, которое сегодня вспоминается, это Елеонская гора. Елеонская гора, которая была свидетельницей многих событий священной истории. У подножия Елеонской горы находится храм, посвященный Царице Небесной. Там ее гробница. Чуточку повыше место Гефсиманского сада. Самые вершины Елеонской горы венчаются русской свечой, огромной колокольней русского спаса Вознесенского монастыря. Как мы помним, Елеонская гора – это место Вознесения Господа нашего. Но если от Гефсиманского сада подняться буквально метров на 15, мы найдем еще одно замечательное место, уголок Святой Руси на Святой Земле. Красивейший храм, который по своей архитектуре, например, напоминает храм живоначальной троицы в усадьбе Останкино, построенный в стиле русского узорочия. Когда этот храм освящали, посвященный Марии Магдалине, небесной покровительнице одной из русских императриц, когда этот храм освящали, на освящении присутствовала будущая преподобная мученица Елизавета Федоровна, тогда просто великая княгиня Елизавета. И, видя это место, она сказала, как хорошо быть здесь погребенной. И Господь услышал ее молитву, услышал ее такое сердечное излияние ее сердца, потому что через какое-то время, после того, как она была убита в 1918 году, ее мощи проделали огромный путь через Сибирь, через Китай. Они были перевезены благочестивыми людьми. Такой был и игумен Серафим Кузнецов, который служил преподобной мученице после ее смерти. И вот он доставил мощи преподобной мученице Елизаветы, Иннокене Варвары, в Святой Град. И были они положены в нижнем храме, храма, посвященного святой равноапостольной Марии Магдалины. И уже после прославления, в 1981 году, после того, как святая преподобная мученица была прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, Русской Православной Церкви за рубежом, ее мощи были перенесены в верхний храм и преподобной мученице Елизаветы. И сейчас паломники, которые приезжают на Святую Землю, поклоняются святыням Иерусалима, поклоняются гробнице Царицы Небесной, заходят в Гефсиманский сад, воспоминая страдания Господа нашего. Они заходят в этот уголок Святой Руси и там встречаются святые, замечательные праведницы, которые святыми мощами почивают во Святом Граде и Иерусалиме. Сегодня тот день, когда мы, обращаясь к нашим праведникам, память которых сегодня совершается, это и святая преподобная мученица Елизавета, и Инна Кневарвара, и собор Радонежских святых, то есть все те ветви от древа преподобного Сергия, которые выросли на протяжении столетий. Обращаясь к этим святым, мы молимся, чтобы Господь по их молитвам укрепил веру нашу, чтобы Господь по их молитвам нас, немощных, поддержал, дал нам сил побольше, душевных и интересных. И не только сил побольше нам, но и тем людям, за которых мы имеем дерзновение молиться. Как некогда, как мы помним из евангельской истории, Господь, видя веру тех людей, которые принесли к Нему расслабленному, исцелил Его, и видя веру принесших. И в этом евангельском случае вся наша надежда наших молитв, как бы основание наших молитв за наших близких, за тех людей, которые нам близки и дороги, а иногда и не близки, и не дороги, но мы хотим за них помолиться. Вот. Дай нам, Бог, молитвами наших святых всего необходимого по сердцу нашему. Всех вас поздравляем с праздником. Благословение Господне да пребывает со всеми вами. Аминь.